Еще одна задача, которую мы обсудим, это нахождение наибольшего общего делителя двух целых неотрицательных чисел, также известного как gcd, greatest common divisor. Начнем мы немного необычно, а именно сначала напишем тест, который проверяет переданную ему функцию gcd на корректность. Нам потребуется модуль random и стандартный библиотеки языка Python, потому что тест у нас будет случайный. Итак, функция test принимает функцию gcd, которую мы будем тестировать, и количество случайных проверок, которые нужно сделать. Что же будем делать указанное число раз? Делать будем вот что. Сгенерируем случайное число c. Пусть оно будет от 0 до 1024. Затем сгенерируем два других числа a и b, путем умножения c на случайные числа поменьше. Ну, пусть от 0 до 128. Таким образом, мы можем быть уверены, что у a и b есть общие делители. Ну, главный кандидат с наибольший общий делитель c, но может быть получится по-другому, в зависимости от того, как сработает функция random. Далее будем проверять функцию gcd. Что бы мы хотели ожидать от нее? Ну, мы бы хотели верить, что gcd числа с самим собой равняется gcd числа с нулем, ну и, собственно, равняется самому числу. Аналогично для b. Далее проверим, что gcd любого числа с единицей, это единица, потому что других делителей здесь нет. Затем посчитаем наибольший общий делитель a и b и проверим, что он действительно является делителем. То есть, a делится без остатка на d и b делится без остатка на d. Вот такой нехитрый тест у нас получился. Конечно, полную корректность функции gcd он нам не гарантирует, но если функция gcd корректна, то все эти проверки, она должна пройти без проблем. Таким образом, если хотя бы одна из проверок не прошла, значит функция не верна. Продолжение следует...